Привет, YouTube! В сегодняшнем видео мы будем изготавливать кабель для зарядки мобильного телефона. Есть печальный опыт. Заказывал несколько кабелей из Китая в разных ценовых диапазонах. То есть, вот такие вот недорогие кабеля, в районе доллара-полторы. Но они очень плохо заряжают телефон. Купил вот такой вот приборчик, проверил токи зарядки. 200 мА. Больше получить не удается. Покупать какие-то более дорогие кабеля при сегодняшнем курсе доллара. Как-то жим-жим. Поэтому решил изготовить самостоятельно. Идея не новая. Идею я посмотрел на YouTube. Очень много людей так уже делают. Довольны. Отзывы положительные. Для изготовления кабеля нам понадобится непосредственно сам паяльник. Вот такой micro USB разъем. Купил его в Китае за 50 штук в районе 2,5 долларов. Ссылочку я оставлю на продавца в описании. Но сразу скажу, доставка очень долгая. Вот эти разъемчики ко мне шли больше двух месяцев. Поэтому думайте сами, надо оно или нет. В качестве USB штекера я возьму штекер. БУшный, вот от старого. Тоже кабеля. Мы его сейчас разберем. Затем я его закатаю в термоусадку. И в принципе, нам он подойдет. Ну и в качестве самого кабеля я буду использовать вот такой кабель. Это кабель 0,75 квадрата. Купил я его на строительном рынке. Обычный кабель для электропроводки. Но единственное, старайтесь брать его такой помягче. Потому что он есть вообще дубовый. А здесь такой мягенький. Вот это я выбрал самый мягенький. Жилы в этих кабелях солидные. Поэтому я думаю, ток они будут пропускать хорошо. Но изготовим. Приборы есть. Проверим. Первое, что мы делаем, это... Я вот зачистил кабель. И мы сейчас его припаяем к USB штекеру. Кабель толще, чем... Ну, как бы тут предусмотрено. На штекере, как вы видите, вот здесь раз. Вот это третье. Два-три ножки здесь. И две ножки здесь. Нам надо подпаяться к двум крайним, где... Три ножки. Ну, раз пиновку я в конце видео выложу. То есть, вы поймете. Но что я хотел обратить внимание. Вот эти три ножки. Если мы паяем вот такой толстый кабель. То они у нас более-неболее на средний контакт попадают. Поэтому я беру ножом и средний контакт вот так отгибаю. То есть, мы делаем вместо трех контактов здесь два. Тогда оно хорошо поотпаивается и исключает замыкание. То есть, эти два контакта нам не нужны. То есть, паяем вот сюда. Ну, опять же, по цветовой гамме мы... Как бы подбирать тут ничего не будем. Сами для себя определяйте, что у вас будет плюс, что у вас будет минус. Ну, и по распиновке, которую вы увидите в конце этого видео, вы уже будете соблюдать полярности. И у вас все получится. Да, и еще хотел сразу сказать. Вот этот вот штекер microUSB. Он, когда закрывается, здесь получается круглое отверстие. Кабель у нас плоский. И он сюда не влазит. Поэтому я взял немножко напильничком. И сделал из круглого, прямоугольного. Но когда я его защелкнул, вы увидите. Чтобы он у нас хорошо защелкнулся. Ну, и, соответственно, все зимело четко. Для удобства зажимаем штекер в тисочке. Он не шевелился. И начинаем подпаиваться. Все. Паяли. Заполнили, с какой стороны у нас плюс, какой минус. Ну, и переходим к вот этому штекеру. Повод, который я брал на метраж. Длинный я его делать не буду. Отрежу 50 сантиметров. У меня этого будет за головой. Так, и вот после того, как мы кабель разобрали. Мы тут имеем. Короче, этот нам уже не подходит. Его тут уже ломали и ломали. Кто-то до меня тут все уже. Смотрите, что тут наделал. Это специалист. Поэтому этому выкидываем. Идем искать новый USB-порт. Я эти все кабеля старые от разных телефонов не выкидываю. Оставляю их на запчасти. Вот, нашел тоже обрезок какой-то. Сейчас будем разбирать вот такой штекер. Разбирается он достаточно просто. Для начала давайте отрежем его от провода. И здесь вы видите шов. То есть этот шов мы просто берем обойным ножом. И аккуратненько по шву его разрезаем. Пластик мягкий, спешить не надо. То есть вот так вот продавливаем по чуть-чуть. Если сделать все не спеша, то получается очень красиво. Все, вот мы продавили место. Канавочку сделали. А потом вот так не спеша, несколько раз по чуть-чуть в одном и том же месте проводим. И вы почувствуете, нож проваливается как в отверстие. То есть вы почувствуете, что вы прорезали до конца. Все, с двух сторон мы его разрезали. Затем беру нож и вот так его подковыриваем. Ну и смотрим, где надо подрезать. Подрезаем. В итоге у нас должно получиться нечто вот такое вот. То есть как вы видите, аккуратно мы разобрали этот USB разъем. И здесь вот остались у нас провода. Это мы сейчас берем ножом. Все вычищаем. То есть делаем такую ложбинку под провода. То есть вот это все, где были запарены контакты, мы тоже все убираем. Я это показывать не буду. Это процесс долгий и нудный. Поэтому давайте я уже сделаю. Потом включусь. То есть вы когда разберете, вы сами поймете, что вам мешает и что нужно отсюда убрать. В итоге после наших стараний должно получиться вот что-то нечто вот такое вот. Собирается она тоже очень просто. Вот как вы видите, я оставил вот этот вот средний язычок. То есть этот язычок у нас заходит вот сюда. Вот если правильно собирать, он является что-то вроде фиксатора. Вот оно уперлось. И также вот здесь две есть направляйки. Они должны попасть вот сюда. То есть вот если все правильно вы сделали, у вас получается штекер полностью собирается. Здесь я специально сделал отверстие овальное под наш провод. То есть как вы видите, провод тоже сюда плотничком заходит. То есть в итоге должно все очень красиво выглядеть. Провод, как я уже говорил, я отрезаю по 50 сантиметров. Вот там плюс-минус чуть-чуть. Операции все те же самые. Сейчас я все зачищу, заложу. Ну и будем припаивать. Ну и собственно вот так все это должно у нас получиться. Видно, да? Сейчас лишние проводки я откушу. Обязательно соблюдаем полярность. Серки уж я приложу в конце видео. То есть вы посмотрите, что куда. Главное здесь не ошибиться, потому что полярность это главное. Можно испортить телефон и все остальное. Так, плюс у меня коричневый. Минус у меня синий. Отпаиваемся. Вот так у меня получилось. Долго гореть нельзя, потому что все пластиковое. Все очень быстро плавится. То есть надо так точечно раз и все. После того, как мы все спаяли, обязательно перед окончательной сборкой я всегда проверяю. Проверять желательно, понятно, не на телефоне, не на дорогом устройстве. Каком-то есть у меня вот такая вот платка зарядки литий-ионных аккумуляторов. Она стоит копейки. Даже если она выйдет из строя, ее не жалко. Ну и соответственно берем зарядное устройство. Вставляем. И вставляем в нашу платку. То есть как вы видите у нас все работает. Значит полярность мы сделали правильно. Если бы мы полярность перепутали, у нас бы лампочка не горела. Соединяем мобильный телефон. Зарядное устройство присоединено. Ну и соответственно индикатор зарядки у нас бегает. То есть все мы собрали верно. Теперь можно завершать сборку. Собственно надо поодевать все колпачки. Я все сажу на суперклей. Для того, чтобы у нас оно все было монолитно. Берем одну часть. Мажем все клеем. И одеваем. Все. Вот у нас он защелкнулся. Немножко подождем пока клей схватится. Так. Таким же образом я промазываю. И вот здесь вот. Где провода у нас идут. Чуть-чуть отодвинем. Для того, чтобы провод тоже приклеился. Когда оно все жестко зафиксировано. Оно будет служить на порядок дольше. Провод имеет свойство постоянно двигаться. И где плохая фиксация, он обязательно там переломается. И точно так же делаем с обратной стороны. Тоже все везде промазываем. Сразу промазываем везде провод. Вот эти все соединения, коннекторы. В любом случае разбирать его уже никто не будет. Все. Застегнули. Посмотрели, чтобы все защелки у нас попали в пазы. Ну и немного надо вот так вот подержать, чтобы суперклей хорошо зафиксировался. Вот такой получился аккуратный штекер. То есть все хорошо держится. Ничего не шатается. Все четко. Точно по такой же схеме собираем и обратную сторону. То есть не забываем вот этот вот язычок. Опять же на некоторых штекерах он есть, на некоторых его нет. Поэтому здесь есть, поэтому сделаем. Все опять же хорошо промажем все здесь клеем. Вот так вот защелкнули так как нужно. И зажимаю в пески для того, чтобы она у нас хорошо все склеилась. Через пару минут клей высох. Ну, немного повылазил, но суть не в том, что штекер получился. Вы смотрите, аккуратненько. Блестит клей. Не обращайте внимания. То есть нигде никаких зазоров. Реально. Когда заводской. Так. Ну и собственно давайте теперь проведем испытание. Сравним покупной провод с тем проводом, который мы изготовили самостоятельно. Для этого мы будем использовать точные измерительные приборы. Есть у меня вот такой вот цифровой амперметр. Для проверки кабелей. И есть у меня вот такая вот нагрузка. 1-2 ампера. Для начала давайте проверим. Оригинальный провод. Это провод от телефона Samsung Galaxy S3. То есть это провод оригинальный. С ним ничего не делалось. То есть ну, зарядка у меня вот такая вот. Ну, кто знает вот такую торговую марку. Тут поверит на слово, что это зарядки качественные. 2 ампера она выдает запросто. Вставляем провод. Вставляем в резетку. Соответственно вставляем провод в мультиметр. И мы видим. 5,13 вольта. Подключаем нагрузку. Так, нагрузка у нас сейчас стоит на 1 ампере. И мы видим. Ток просаживается до 4,36 вольта. И она дает 800 мА. Но обратите внимание, что уже горит значок, что при таких параметрах 4,41 зарядка не происходит. То есть в этом приборе вот эта вот стрелочка указывает, что это очень низкое напряжение. Давайте проверим при 2 амперах. При 2 амперах соответственно у нас ток максимально дается 1,53 ампера. Ну и напряжение просаживается еще меньше, до 4,2 вольта. Это провод оригинальный Samsung. Это провод на нейм. Покупался на Алиэкспресс. Стоил он в районе доллара. Опять же подключаем нагрузку. И мы видим. При 1 ампере нагрузка, напряжение падает сразу, надеюсь видно, до 3 вольт. То есть 2,99. И при этом он показывает 500 мА. Ну и естественно при таком напряжении никакой зарядки происходить не может. 2 ампер он вообще не тянет. Хотя был заявленный как 2 ампера. То есть этот провод можно смело выкидывать в мусорник. Телефон у меня им заряжается, блин, часов 8 наверное. То есть, ну это мусор. И давайте теперь проверим провод, который изготовили мы. То есть получился вот такой вот проводочек. Опять же мы его всолим в зарядку. Так. Самому интересно, что получилось. Так, ну холостой мы видим. Он показывает 5,13 вольт. В принципе это стандартная цифра. Вставляем нагрузку 1 ампер. Мы видим, что при 1 ампере он у нас держит 5 вольт. 4,99 и соответственно показывает ток зарядки тоже приблизительно 1 ампер. 920 милиампер. Это лучший показатель среди. Санцунговский провод так не тянет. И переключаем на 2 ампера. Соответственно он у нас показывает 4,88 вольта. Это тоже замечательные показатели. И ток зарядки 1,83 ампер. То есть я считаю, что изготавливать эти провода имеет смысл. Показатели очень хорошие. То есть проводок получился вот такой вот аккуратненький. В принципе очень похож даже на заводской. Можно будет пользоваться. Так, и теперь давайте я выложу вам схему подключения распиновки USB штекеров. Ну и вы посмотрите. То есть схему опять же я взял с интернета. Эта схема не моя. Но суть я на авторство не претендую. То есть полно видео на эту тему. Просто я покажу ту схему, которой пользовался я. Паял я вот по вот такой схеме. Это очень удачная картинка. Нашел ее в интернете. Единственное здесь по цветам смотрите. То есть вы видите черный, зеленый, белый, красный. На этой картинке представлено два вида microUSB штекеров. Смотрите какой у вас. И соответственно по цветам паяйте. Поставьте на паузу, посмотрите и паяйте. Кому данное видео было полезно, ставьте лайк, комментируйте, делитесь с друзьями. Всем пока.